МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пятницу МЧС заявила, что Ил-76, участвовавший в тушении лесных пожаров, пропал в районе сильного задымления. С его экипажем не удается выйти на связь. На борту самолета находилось 11 человек. На поиске брошен самолетом Фибе Б-200. В регионе также работают вертолеты Ми-8. Тем временем волонтеры продолжают действовать на земле. По их словам, еще одна проблема – запоздалая реакция властей. Из-за отсутствия системы предупреждения пожаров помощь зачастую приходит слишком поздно. Самое главное, потому что это заметить пожар. А на данный момент то количество лесников и то оборудование, которое есть, оно не позволяет заметить пожар на ранних стадиях. Только в космоснимке и то с опозданием на сутки. По данным МЧС Иркутской области, ситуация будет только усложняться из-за аномальной жары. В начале июля в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим МЧС намерена искусственно вызвать дождь. Лас-Вегас затопило. Город казино и игровых автоматов уходит под воду. Камеры наблюдения зафиксировали, как по его улицам буквально плавают автомобили. Из-за непогоды ранены как минимум три человека. Одна женщина находится в больнице в критическом состоянии. Причина затопления – страшные ливни. Всего за один вечер на город обрушилась месячная норма осадков. Ветер, порывы которого достигали скорости в 50 миль в час, вырывал с корнем деревья. Кроме этого, выпал град размером с мяч для гольфа. Местный аэропорт временно прекратил работу. Рейсы перенаправили в Калифорнию и Аризону. Ветер оборвал провода не только в Лас-Вегасе, но и по всей Неваде. Без света до сих пор остаются около 5000 человек. Когда подачу электрики удастся возобновить, местные власти даже не берутся прогнозировать. А жителей двоих домов пришлось спасать пожарным. После того, как в их жилище ударила молния, и они загорелись. Жить в Германии стало немного дороже. Рост цен на продовольственные товары ФРГ в июне этого года составил 0,3%. Для сравнения, в мае продукты подорожали на 0,1%. А месяцем ранее, в апреле, цены вообще не выросли. При этом, с начала года цены на энергоресурсы продолжают снижаться. Хотя в июне этот процесс ощутимо замедлился. А вот цены в сфере услуг продолжают расти. В этом месяце почти на 0,5%, что на 0,2% больше, чем в мае. В то же время, немецкое правительство анонсировало, что со следующего года на 4% повысится минимальная зарплата. Сейчас минимальная стоимость часа работы составляет 8,5 евро. А с января она повысится до 8,84 евро. Руководству Люфтганза, наконец, удалось договориться с профсоюзами бортпроводников. Об этом авиаперевозчик сообщил в официальном заявлении. Соглашение вступит в силу 5 июля. К этому моменту стороны должны окончательно обсудить все детали. Но главное требование сотрудников компания уже согласилась удовлетворить. Это повышение заработной платы и одноразовая выплата в размере 3 тысяч евро в качестве компенсации за прошлый год, когда их зарплаты были сокращены. В ноябре 5 тысяч бортпроводников и пилотов Люфтганза объявили самую длинную в истории компании забастовку. Они не выходили на работу на протяжении всей недели. Компании пришлось отменить почти 5 тысяч внутренних и международных рейсов. От этого пострадали более 550 тысяч пассажиров. Сотрудников компании возмутило решение руководства сократить расходы за счет урезания зарплат и повышения на два года пенсионного возраста. Ранее пилоты компании имели право отойти от дел в 59 лет. Представители перевозчика объяснили свое решение тем, что вынуждены снижать цены для пассажиров, чтобы выжить среди таких конкурентов, как лоукостеры Изиджет и Райан Эйр. Реальные машины для реальной жизни. В конце этого года на немецкий рынок планирует выйти последняя новинка российского автопрома – «Лада Веста». К потребителям в Германии автомобиль приедет в усовершенствованной комплектации. Там будут боковые подушки безопасности. Трансмиссии немцам предложат такие же, как и в России – механику и автомат. В мае российские СМИ с гордостью сообщили, что «Лада Веста» купил и поставил на учет первый немец. Но, как выяснилось, покупателем оказался официальный дилер компании в Германии. А машина предназначена не для частного пользования, а для участия в различных мероприятиях, демонстрациях на выставках и дилерских центрах. В 2015 году в Германии купили 1181 автомобиль производства Тольяттинского автоваза. Бестселлером, как его называют российские журналисты, остается внедорожник 4х4. Гранта разошла с тиражом в 188 экземпляров. Руководство завода неоднократно заявляло о том, что хочет увеличить экспортные поставки машин, в том числе и в Европу. При этом и сами россияне не скрывают, что качество машин оставляет желать лучшего. Зато багажник большой, добавляют автовладельцы. 250 тысяч автомобилей Тесла Model S проверят из-за смерти водителя, попавшего в аварию во время езды с включенным автопилотом. Столкновение произошло 7 мая в городе Уиллистон во Флориде. Фура с прицепом въехала на повороте в линию, по которой двигалась Тесла. По данным полиции, автомобиль оторвало крышу, после чего он врезался в столб в 30 метрах от места аварии. Следователи начали проверку устройства и работы средств помощи в управлении автомобилем, которые использовались во время столкновения. Тесла, в свою очередь, заявляет, что система автопилота постоянно улучшается, однако по-прежнему требует внимания водителя. По данным компании, ни система, ни находившийся за рулем человек не заметили прицеп фуры. Это первый случай аварии со смертельным исходом во время езды на Тесла с включенным автопилотом. Двадцать министров энергетики и природных ресурсов из стран Большой Двадцатки собрались в Пекине, чтобы обсудить будущее отрасли. Два дня на повестке вызовы и шансы развития глобальной энергетики, а также энергетических технологий и инноваций. Итогом обсуждений стала совместная позиция всех министров. Участники клуба G20 предлагают разрабатывать стратегии развития и планы действий для стимулирования инвестиций в производство возобновляемых источников энергии. В коммунике, подписанном всеми участниками, также указывается на необходимость диалога по вопросам чрезвычайных ситуаций в этой области, необходимы меры против потрясений на рынке. Министры согласились, что необходимо использовать несколько источников, включая возобновляемые источники энергии, ядерной энергии, а также современные и экологически чистые виды ископаемого топлива, такие как природный газ. Это обеспечит альтернативу для развития энергетики каждой страны на основе их собственных возможностей. Министры также договорились упростить доступ к энергии не только для людей в странах Африки и к югу от Сахары, но и для Азиатско-Тихоокеанского региона, где 500 миллионов человек до сих пор не имеют доступа к электричеству. Встреча стала подготовительной к саммиту G20 в Ханчжоу, который состоится в сентябре этого года. С горячим коммунистическим приветом! Китай с размахом отмечает 95-летие правящей партии. В Доме народных собраний в Пекине по этому поводу состоялось торжественное собрание. Участие в нем приняла вся правящая верхушка страны, а саму церемонию освещали в прямом эфире все китайские СМИ. Выступая перед товарищами по партии, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь очертил круг стоящих перед партией вызовов и наметил ее цели на ближайшие несколько лет. Мы должны сделать главным всеобщим делом углубление реформ, развитие и совершенствование социалистической системы с китайской спецификой и содействие модернизации системы государственного управления. Мы должны поднять уровень жизни людей вдвое до 2020 года. Коммунистическая партия Китая – единственная правящая партия Китайской народной республики и самая многочисленная политическая организация в мире. Согласно последним данным, на конец прошлого года в ней состояли почти 89 миллионов человек. Присоединиться к их числу не так уже просто. Одобряют, как правило, меньше половины всех заявок на вступление в компартию. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях.